канал таежный обитель приветствует вас сегодня я хочу вам показать сланник кедровый сланник нахожусь я на территории национального парка токинско-становой национальный парк имени григорий анисинович федосеева и вот я тут хочу показать вам орехи кедровые вот они по три штуки по три бывает по 5 штук по 4 по 2 по одному вот такие такой кедровый сланник он ложится и вот они растут орехи вот два вот один орех растет вот орех нынешний а вот красненькие это на будущий год орех растет два года первый год он вот так вот завязывается а на второй год он будет вот в этих местах я смотрю что на будущий год тоже будут орехи но иногда бывает что когда много орехов то на следующий год может в этом месте не быть сама как бы повторяется многочисленные орехи через четыре года вот примерно так говорят что через четыре года орехов бывает много очень быстро их собирают кедровки эти буквально моментально собирают медведи соболя зайцы даже в кедровой слайне когда он лежит даже зайцы там делают тропы здесь внизу его не так много много его на вершинах на седловинах где большого кедровой слайне склошной там бывает очень много вот мне хотелось показать что в этих местах токинско-станового национального парка имени григорьевича анисимовича федосеева есть вот такие орехи говорю вспоминаю я их люблю эти я возьму в костре маленько запеку они еще не спелые совсем но уже их можно есть медведь уже их начинает есть эти орехи это для многих питание кедровые орехи где кедровники сибирский орех там анжурский орех то там очень много зверя кабаны буквально мыши все хотят орехи очень полезные питательные и их надо меньше чем например ягоды они потому что более питательные а вот это у меня тут это оленей мух ягель вот такая красивая штука вершинки с вершинок вот этого оленево ягеля и вот кипятят долго варят такой как стуль студенистый становится его применяют при после операций после потери крови после когда организм ослаблены для восстановления вот пьют эти отвары берут самые вершинки самые вершинки они самопитательные вот этот низ уже он это как ножки у грибов это тоже лишайники относятся почти грибам они если их понюхаешь они пахнут грибами вот олени любят вот этот мох ягель и очень любят грибы говорю слюни текут можно просто пожевать ну не вареный не надо без ягеля олени не могут даже летом когда разнотравье разные веточки карликовой ивы березки вот этого эрбагуна лопчатки которые олени тоже любят они все равно бегают за ягелем на сопке а днем ходят по речке собирают вот эти разнотравья где разнотравья разные веточки все вот такая красота становой хребет очень красивый очень я вам желаю всего самого доброго удачи радости любви красоты творчества гармонии с самим собой и с окружающим миром пока пока все